На недавней премии СМИ Гомельщины коллектив областной газеты «Гомельская правда» собрал целый урожай наград. Здесь работает лучший по итогам года журналист печатных СМИ. Здесь организована на высоком уровне работа в сети интернет. Среди победителей и команда «Правда. Радио» структурного подразделения «Гомельской правды». Мой коллега Александр Говейков встретился с главным редактором газеты Сергеем Беспалым для того, чтобы поговорить о проектах издания, о развитии журналистики в регионах и ответственности за слово. Сергей Михайлович, могли ли вы себе представить, когда пришли в газету, что году так в 2018-м «Гомельская правда» станет по-настоящему многопрофильным предприятием? Это не только газета, а целый холдинг? Ну, я скажу, что такого слова-то никто не знал – холдинг. Я думаю, если бы тогда кто-то спросил, то, наверное, словари бы залезли и начали искать. Конечно же, нет. Была одна газета пять раз в неделю, она крупная, самая крупная в стране. И все это подброшено временем. Что-то делать, искать что-то новое. Появились сайты со временем. Потом мы поняли, что это должно развиваться очень сильно. И лет пять назад мы создали редакцию сайта. И это не аналог газеты, это отдельный сайт «Правда Гомель». Потом начали заниматься издательской деятельностью, вот тоже где-то полноценных лет пять. Книги, альбомы. Это тоже интересная такая тема, которая позволила нам развиваться, она нам близка. Ну и вот, это около двух лет, скоро два года, как «Правда Радио» у нас появилось. Своё электронное средство массовой информации. Поменялось действительно многое, и действительно насыщенными были последние пять-десять лет. Что остаётся все эти годы неизменным, несмотря ни на что? Знаете, я бы сказал, что остаётся неизменным у нас в газете – это профессионализм, преданность профессии. И та обязанность, которую мы несем, говорить правду. Вот я бы это отметил. Вот, кстати говоря, о правде и остроте пера. Как относитесь к недостатку критических материалов в целом? В СМИ, что уж тут говорить, зачастую нас, региональщиков, за это критикуют. Существует мнение, что журналисту, который живёт в том городе, где работает, критиковать, к примеру, недобросовестных чиновников непросто. Да и вообще говорят, что настоящая критика – дело центральных СМИ. Ваше мнение? Вы сказали настоящая критика. А какая же не настоящая тогда? Это враньё, что ли? Думаю, что критика, она должна быть в первую очередь объективной, чтобы не было стыдно встречаться не в том городе, в котором ты живёшь, или, например, если это написано в газете, если ты приедешь в другой город, чтобы ты тоже можешь встретить тех людей. В первую очередь объективность. Вот тогда не будет стыдно ни в глаза смотреть, ни встречаться. И, знаете, я хочу сказать, что критику-то никто не любит. И я никогда не слышал, чтобы кто-то был очень доволен, когда лично его критиковали. Да, можно сказать, что там острое издание или передача, и похвалят. Но тот, кого это лично коснулось, это равносильно того, что любит зубную боль. Её невозможно воспринимать как-то так, с любовью. Поэтому центральные издания, возможно, они больше могут позволить, более шире глянуть на какие-то вещи, проанализировать с другими регионами. Но я не скажу, что критики как-то меньше её, наверное, стало, если я вот так вот сравниваю с советским периодом. Наверное. И, вы знаете, я хочу только одно сказать, что критика нужна. Нужна и телевидению, нужна и газетам, нужна и интернету. Это развитие. Скажем прямо, она нужна и органам власти, потому что это действительно помогает оголять проблему. Безусловно, это развитие. Он должен, просто обязан быть. Иначе это просто болото будет. Знаю, вы консультируете коллег из районных изданий. Вот как оцениваете уровень развития журналистики в небольших населённых пунктах? В райцентрах. Если вы туда приедете, почитаете, вам, может быть, покажется что-то таким, где захотелось бы поправить. Но жизнь поправляет. Она сама. И поэтому вот у нас есть достаточно сильные газеты. И Рогачёвская, и Речицкая, и Калинковичская, и ряд других. Где и интернет-сайты достаточно сильны. Хотя мы понимаем, что финансирование в небольших населённых пунктах, в небольших изданиях, оно значительно ниже. И тем не менее, достаточно неплохо развивается и там, да? Они самостоятельно зарабатывают и не нуждаются в финансировании бюджета. То есть если ты востребован, ты будешь... Востребованы. Тут другие моменты. И рекламные, если крупнее населённый пункт, естественно, там и рекламы больше. То есть доходов больше в редакции. Поэтому... Но мы помогаем этим маленьким газеткам. Я думаю, они вот меняются. И понимают, что надо меняться. А мы им помогаем и приглашаем к себе. Мы делаем обзоры детальные, такие точечные. Приезжают целыми редакциями. Они хотят учиться. Мы помогаем только тем, кто хочет учиться. Вот, кстати, про учёбу. Проблеме профессиональных кадров, наверное, не одно десятилетие. Вот недавно глава государства обратил внимание на этот вопрос. Как решаете эту проблему у себя в редакции? Как по-вашему, почему те же выпускники журфака или филфаков в областных центрах достаточно неохотно едут в регионы? Мы не всех и берём, кстати. И к нам приехали бы, хотя вы правы, что проблема есть кадровая. Наверное, как и на любом другом предприятии, если сказать, что есть суперспециалист, его возьмут? Я думаю, что да. Может быть, кто-то не хочет учить. Вот здесь момент, если увидеть будущего журналиста в школе, скажем, где-то в выпускных классах или на студенческой скамье в начале, и помочь, поддержать, или направление дать на учёбу, и помогать, и практически потом, чтобы он набивал руку, образно говоря, то потом и получается хороший журналист. И там нет проблем, у тех редакций нет проблем, которые этим занимаются. Вторая сторона медали. Пока мы в поиске профессиональных кадров в сети, каждый второй смело называет себя свободным журналистом-художником, надо сказать, определённому количеству блогеров, удаётся влиять на достаточно серьёзная масса людей. С чем это связано? С недостатком информации? Может быть, с снижением доверия к официальным СМИ? Или вот так называемой моде на вау-новости, когда не важно что, а важно как, больше блёсток, ярче упаковка? Вы тут много сразу вопросов и острых затронули. Я не могу сказать, что там официальным СМИ не верят. Ведь мы в самом деле публикуем достоверную и проверенную информацию, правдивую. Но то, что и блогерам восприятие и доверие есть к информации, хотя она непроверенная бывает. Вот здесь очень момент такой социальный, потому что люди у нас привыкли воспринимать и слово в газете, и слово на телевидении, и слово на радио. И теперь появилось и слово в интернете. И люди его тоже воспринимают. Но вот достоверность информации – это достаточно такой вопрос сегодня актуальный. И мы видим, что со словом обращаются очень вольно. Мы видим, что идут оскорбления. Мы видим, что идут даже унижения через интернет. Мы видим целые компании, организованные не только против конкретных людей, но и предприятий. Их продукции – это не просто так. Это убирают конкурентов таким образом, по большому счету. Понимаете? И вот здесь допускать, чтобы вот так продолжалось и ненаказуемо, нельзя. Поэтому сегодня и обсуждается новый закон о СМИ. Он просто назрел. Как человеку защититься, когда его оскорбили анонимно? Он не в суд не может впадать. Или на предприятие запустили утку, а ты там отмывайся потом. Должно быть все честно и наказуемо. За неправду. Это вопрос. Но свобода, она должна быть. Без свободы нельзя. Но она прекращается там, когда ты нарушаешь права другого. Вот я бы сказал образно. Свобода определяется длиной поводка. Хотя меня могут за это обвинить, но это поводок ответственности. Это таких, писанных жизнью закону. Не обижай, не оскорбляй, не унижай другого. Сергей Михайлович, ну вот так по-философски поставим точку. Спасибо за это интервью. Хороших новостей вам. И до встречи в эфире. Спасибо. Вам тоже удачи творческой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.